Здравствуйте! Меня зовут Миронова София, я ученица 10 класса гимназии города Алдан и тема моей исследовательской работы «Долгий путь к высокой награде» руководителя Старова Лариса Сергеевна, учитель истории. Любой звезд в обществе принято поощрять наградами. Одна из таких – почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». 10 сентября этого года Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении Алдану этого звания. Проблемой является недостаточная осведомленность и заинтересованность жителей Алданского района региональной историей и участие в развитии района. Ипотеза – если больше освещать данную тему, изменится отношение жителей к своему городу и району. Возрастет уровень патриотизма. Целью работы было раскрытие значения присвоения этого знания, знакомство с проделанной работой по присвоению этой награды и повышение освещенности людей по данному вопросу. Задача перед вами на экране. Использовала поисково-исследовательский метод исследования, анкетирование, интервьюирование, анализ и синтез. Предмет исследования – исторический подвиг как связь поколений, объект исследования, путь по присвоению городу звания «Города трудовой доблести». «Город трудовой доблести» – почетное звание Российской Федерации. Присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Звание приносит городам материальные преференции. Алдан являлся единственным промышленным центром республики. Всего было сдано государству более 15 тысяч килограммов золота, 25% хрусталя от общей добычи хрусталя в Советском Союзе и 80% слюды от добываемой слюды в Советском Союзе в этот период. В ходе моей работы я взяла интервью у ветеранов труда и ветеранов тыла СССР. Хоть и тяжело было, трудились для фронта все – и стар, и мал. Голод тогда чувствовался сильно, еды не хватало, говорят ветераны труда и ветераны тыла. Чтобы изучить уход присвоения звания, я взяла интервью у главы города Алдан Александра Лукича-Бугая и председателя Алданского городского совета депутатов Миронова Николая Семеновича. Путь к присвоению Алдана звания города судовой доблести начался в 2015 году, и только в 2021 году звание города судовой доблести присвоено Алдану. Чтобы разобраться с вопросом осведомленности населения по данной теме, я провела два анкетирования среди трех возрастных групп. На экране вы видите результаты первого анкетирования, и после присвоения Алдану этого звания я провела второй опрос среди тех же возрастных групп. Результаты также на экране. По итогу анкетирования я пришла к следующему выводу. Чем меньше возраст опрашиваемых, тем меньше осведомленность по данной теме. Участники опроса 14-18 лет – школьники. Классные часы и мероприятия проводятся ежегодно, но их количество, как показали результаты опроса, нужно увеличивать. Историческими памятниками в городе Алдан является памятник автомобиля ЗИС-5 и обелиск в памяти героев Советского Союза. По итогу проделанной работы я раскрыла значение присвоения звания города трудовой доблести и познакомилась с проделанной работой по присвоению этой награды. Показала путь от инициативы присвоения этой награды городу до ее получения. Я подтвердила свою гипотезу, выявила недостаточную осведомленность школьников по данной теме и привела примеры решения данной проблемы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...